Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Потихоньку на улице погода холодает, а мои теплые вещи лежат наверху шкафа. Поэтому сегодня я решила устроить разбор гардероба, и это мы с вами будем делать вместе. Обычно я выхожу из дома, когда сильно спешу, и именно поэтому все вещи у меня обязательно должны быть поглажены. Конечно, надо было предварительно заказать специальные органайзеры, но я просто забыла это сделать, так что работаем с тем, что есть. Я хотела их еще летом заказать, когда разбирала гардероб, а потом совсем забыла и вспомнила только сейчас. Но, к сожалению, отложить разбор гардероба я уже не могу, потому что даже если прям сегодня сделать заказ, понятное дело, что посылка у меня будет через 10 дней. А что я буду делать эти 10 дней? Поэтому на компьютере включаем мою любимую передачу и начинаем. Я не знаю, я одна такая или вы тоже, я просто ненавижу покупать зимние вещи. Точнее, я просто вынуждена их покупать, моя бы воля, я бы вообще их не брала. А вот летние вещи это 95% моего гардероба. Особенно я обожаю летние платьишко. Для меня летом ходить в джинсах или в любых других брюках это тот еще квест. Поэтому на протяжении этого периода я ношу только платье. И, кстати, не обращайте внимания на мое лицо, оно покраснело не просто так. Сегодня утром я сходила на лазер, и у меня суперчувствительная кожа, поэтому лицо все покраснело. После процедуры в течение нескольких часов нельзя наносить на лицо макияж, поэтому я решила заняться разбором гардероба. Подумала, что таким образом мое лицо будет не видно, и старалась брать такие ракурсы, где лицо не видно. А сейчас я смотрю, что очень даже все видно. Разбирая гардероб, я поняла, что у меня слишком много летних платьев. И в голове моей возникла идея, почему бы не продавать всех их по 150 рублей. Ну и, естественно, те платья, которые в идеальном состоянии, возможно, те, которые я не носила ни разу. Вот смысл, что они висят. Но тут есть один небольшой нюанс. Тело в том, что сейчас уже потихоньку зима наступает, и летние платья не сезонны, и смысл их продавать сейчас. А зимних вещей у меня не так много, даже можно, знаете, лотом продавать все вместе. Но это, естественно, останется на следующий сезон, уже на весну, а пока что будем все складывать и размещать в шкаф. В боку у нас, к сожалению, ветреная погода, и вот эти мини-платья очень сложно носить. Я заметила, что девочки в последнее время носят в основном короткие шорты. Потому что вдруг может подняться ветер, и тебе просто некомфортно гулять, ты постоянно должна придерживать платье, чтобы оно не поднялось. Поэтому в наших погодных условиях лучше выбирать либо миди-платье, либо шорты. Но у меня очень много достаточно коротких платьев. Еще я очень люблю вот такие кропы сочетать вместе с джинсами. Смотрю одного местного блогера, и она заходила в мол и показывала, во всех магазинах продаются только кропы. То есть все маечки в молах, они с открытым животиком. И она говорит, а что делать девушкам, которые не носят так? Всем нужно подходить под стандарты. Дискриминация какая-то ей богу. То же самое чувствую я, когда выбираю себе тональный. И вот складывала я вещи, осознавала, что какие-то платья, а точнее 80% платьев, которые у меня есть, я не носила этим летом, просто потому, что забыла про их существование, или просто потому, что у меня слишком много всего. И, кстати, девочки, немного не в тему, но очень много людей смотрят меня без подписки. Несмотря на то, что у меня достаточно большая аудитория, все равно доля тех людей, которые смотрят меня без подписки, очень большая. Поэтому хотела бы попросить вас подписаться. Я буду стараться своевременно выкладывать мукбанки. Также буду переводить эти влоги. Обязательно подписывайтесь. Потому что для любого блогера это очень важно. Для вас это всего лишь нажать одну кнопку, это для меня огромная мотивация. Поэтому, если вы на постоянной основе смотрите мой контент без подписки, пожалуйста, подписывайтесь. А мы с вами продолжаем складывать летние вещи, параллельно буду отвечать на ваши вопросы. Поступил такой вопрос, смотрит ли мой парень мой контент, и как он к этому относится. Когда мы только-только познакомились, он смотрел каждое мое видео. Но уже я замечаю, что он почти ничего не смотрит, потому что в основном, я его осуждать тоже не могу, потому что у меня в основном женский контент. Если брать всех моих подписчиков, то 95% это девушки. Не знаю, почему так повелось на канале мукбанков, потому что мукбанки могут смотреть как мужчины, так и женщины, но почему-то меня смотрят только девушки. Поэтому я думаю, что, скорее всего, ему просто неинтересно. То есть это меня никаким образом не обижает. На один просмотр меньше или больше особо погода не меняет. Вообще он в последнее время очень сильно углубился в работу. То есть, честно, он очень много работает. И причем, ладно бы он днем работал, он иногда даже по ночам работает. И, возможно, кто-то подумает, что я вру, или он мне врет. Просто однажды я тоже присутствовала во всем этом. Они с коллегой работали, а я сидела на своем компьютере, монтировала видео. Видео было просто очень длинное, мне было скучно дома. И он сказал, давай пойдем вместе, ты будешь монтировать там, а я буду работать. Я говорила на мукбанке, но вдруг вы не видели его. Он работает разработчиком программного обеспечения. Ну, проще говоря, это просто айтишник, но почему-то ему не нравится, когда его называют айтишником. Когда мы с ним только познакомились, а это было всего 10 месяцев назад, он, можно сказать, каждый вечер тусил с друзьями и так далее. А сейчас такого абсолютно нет. И, возможно, вы подумали, что это я повлиял, но на самом деле я к этому не приложила никаких усилий. Вообще, я по характеру такой человек, что я никогда не ограничиваю людей. Как говорит великая Ольга Бузова, если нужно объяснять, значит, не нужно объяснять. Мы самые малые с вами отвлеклись, правая часть шкафа, можно сказать, разобрана, но вот левая часть здесь я много чего убирать не буду, потому что некоторые футболки я ношу и зимой. То есть под куртку можно спокойно носить футболку зимой. Поэтому смысл это все убирать, а потом копаться и искать нормальные футболки, поэтому их мы трогать не будем. А это все мои зимние вещи, как вы видите, их не так уж и много. И, естественно, ничего из этого я продавать не буду, потому что носить даже мне нечего. Вот для вас видео получилось всего на 25 минут, но я не знаю, поверите вы мне или нет, но потратила я на разбор гардероба где-то, наверное, часов 7. И параллельно что-то надевала, и вот то, что я надевала, кстати, снимала для вас и мерила. В моем гардеробе есть вещи, которые я носила даже в школе, и до сих пор мне эти вещи нравятся, и я их ношу с удовольствием. А есть наоборот, вещи, которые я носила всего один сезон, и уже они мне разонравились, или вообще не носила, просто провисели и все. На видео шкаф кажется огромным, но на самом деле это не так, половина моих вещей вообще в прихожей. И еще он, к сожалению, не до самого потолка, но, к сожалению, такой возможности у меня нет, потому что у меня подвесной потолок с очень интересным орнаментом, и сделать его до потолка было бы невозможно. Все летние платьишко аккуратно складываю и отправляются вот сюда. Одно время я достаточно плотно подсела на шейн и заказывала там очень много летних платьев. И вот недавно я просто села и посчитала все свои заказы, сложила вместе, и оказалась там такая круглая сумма, что ее лучше даже не озвучивать. Но, признаться честно, 95% вещей, которые я заказывала, я осталась довольна так или иначе где-то носила. Поэтому я думаю, что это не совсем выброшенные на ветер деньги. Я вообще не минималист, я очень люблю, когда у меня есть выбор. То есть ты открываешь шкаф, и ты можешь выбрать, оденешь ты вот это платье или вот это, например, хочешь что-то голубое, и у тебя висят, например, 5 разных голубых платьев, и ты выбираешь, какое именно ты сегодня наденешь. Я признаюсь, девочки, я шипоголик. И так было всегда на протяжении всей моей жизни. Но самое главное, это делает меня счастливой, поэтому я продолжаю покупать. И снимать для вас контент во влогах, в принципе, здесь тоже уже я показываю все, что я покупаю. То есть все влоги я стараюсь переводить, кому интересно, тот посмотрит, кому неинтересно, те пройдут мимо. Вот это платье я надевала на свой день рождения 2 года назад. Тогда я отмечала его в кругу семьи, в прошлом году я отмечала с подружками, а в этом году я не знаю, что делать. Я просто хочу устроить себе супер какой-то шопинг и покупать просто все, что я хочу. Для меня это будет очень счастливый день, есть позиции, которые я давненько хочу купить себе, но все никак руки не дойдут. То есть это не как всегда онлайн шопинг, а именно офлайн. Есть пару продуктов от MAC, которые я давно хочу себе. В общем, возможно, я передумаю, но пока что идея такая. Я паркуюсь где-то в моле и просто хожу и покупаю все, что мне нравится. Я думаю, что это будет классный день рождения, по крайней мере для меня, потому что покупки делают меня счастливой, а для меня самое главное в свой день рождения чувствовать себя счастливой. Утром можно отметить с мамой куда-то сходить или можно с мамой и с парнем, а потом отправиться на шопинг. Короче, я думаю, что я получу кучу эмоций, это будет незабываемый день, по крайней мере для меня точно. Вот эту, кстати, блузку черную с темой я заказывала по рекомендации одного из блогеров, и она сказала, что обязательно надо брать на размер больше. Я купила, и блин, такое хорошее качество, так хорошо села, и хорошо, что я ее послушала. Поэтому я считаю, что мои обзоры действительно очень полезны в информативном плане для тех людей, которые все равно заказывают с маркетплейсов. Особенность тех, где очень мало отзывов, я думаю, что это очень полезно. Вообще, я больше люблю гладить паровым утюгом, и если я куда-то выхожу, обязательно включаю именно его. Потому что тут надо включить утюг, притащить гладильную доску, и гладить мне не очень удобно. Но какие-то вещи простого кроя я решила погладить вот этим большим утюгом, так получается намного быстрее. Например, джинсы я постирала, и все абсолютно решила повесить, поэтому все решила погладить. Естественно, показывать процесс всего я не стала, потому что, во-первых, в телефоне нету достаточно памяти, чтобы прям 8 часов подряд снимать все, что я делаю. А во-вторых, я думаю, что это будет не очень интересно, поэтому просто кое-где, кое-что оттуда-отсюда подсняла вам. Но на самом деле я проделала гораздо больше работы, чем вы видите на экране, и вообще вам кажется, что все так быстро, но на самом деле это ускоренно все показывается. Этот, кстати, утюг от Тефаль, так же, как и паровой утюг, но паровой у меня слабенький, но этот очень хороший. Но когда мы его покупали, эта модель была одна из самых дорогих в магазине. Но у нас чисто традиция, раз где-то в 4 года обязательно ломается утюг, и надо покупать новый, неважно, дорогой это купила или дешевый. У них как будто есть срок годности, и однажды, когда у нас сломался утюг, мама просто в супермаркете купила за 10 долларов. Какой-то ноунейм, по-моему, в старых влогах я вам его показывала. В общем, я не помню, как точно был, но нам срочно нужен был утюг, и мама спустилась и купила в супермаркете прям самый дешевый, но он был настолько классный. Он реально был лучший, хотя был какой-то ноунейм непонятный, но он прослужил достаточно долго, и просто ни один утюг не справляется со своей задачей так, как он. Потом мы эту фирму еще очень долго искали, нигде не нашли, и потом пошли купили этот. Но этот где-то в 10 раз дороже, чем тот. Уже, наверное, года два мне служит. Но в последнее время вот эту мелкую бытовую технику намного выгоднее заказывать именно с Trendyol. Месяца два назад я заказала тостер ровно в два раза дешевле, чем у нас в магазинах техники. То есть одна и та же модель, марка, стоит ровно в два раза дешевле. Кстати, эпиляторы там тоже гораздо дешевле, так что возьмите себе на заметку. Тостер от Philips уже второй месяц подряд работает отлично, никаких проблем и нареканий нет. Даже учитывая тот момент, что доставка не бесплатная, все равно получается намного выгоднее. За доставку тостера заплатила 6 долларов, это достаточно дорого, но все равно получается в два раза дешевле, чем у нас здесь в магазинах. Утюги я, правда, не смотрела, не могу вам точно сказать, но робот-пылесос действительно разница большая. Разбирая свои вещи в шкафу, я также отделила один пакет вещей просто на отдать. Их я показывать не стала, могу объяснить почему. В основном все мое окружение смотрит мой контент. И человек, которому я отдаю свои вещи, которые я не ношу, будет себя чувствовать просто некомфортно от того, что все люди вокруг знают, что это мои вещи. То есть это не новые вещи, и он за кем-то донашивает, это будет как-то некомфортно. Поэтому я решила, что показывать то, что я отдаю, я не буду, только то, что продаю и выбрасываю. Я не знаю, вы поняли смысл или нет. Убираю все коробки, хорошенько протираю влажными салфетками, они со спиртом и вообще предназначены для стекла. Со своей задачей справляются просто супер, на стекле не остаются разводы, но также ими очень удобно вытирать абсолютно все. Поэтому я их использую не только для стекла, а абсолютно везде. То же самое касательно и ногтей, и всего остального, если я начала разбирать гардероб, я обязательно сегодня должна закончить. То есть я просто не могу оставить наполовине, хотя я абсолютно не перфекционист, я могу вообще жить в сраче. Но вот то, что работу я проделала наполовину, это меня очень сильно гнобит внутри. Поэтому до утра будем разбирать. Вот так вот у нас получается. Но это не конечный результат, также здесь будут висеть брюки. Также Твиксик очень любит лежать среди моих вещей. И вот смотрите, что он сделал. Ладно, ты просто лежишь, так он решил еще подключить немножко ноготочки заодно. Вот говорят, домашних животных нужно воспитывать. Вот как ему объяснить, что он сделал что-то плохое? Вот сейчас я начну, например, его ругать, да он даже не поймет, что он сделал. Набежите, пожалуйста, в комментариях, как вы ругаете своих домашних животных, потому что как это делается, я не знаю, чтобы он понял, в чем проблема. То есть если бы я была бы на его месте, я бы не поняла, в чем проблема. Я бы просто подумала, что моя хозяйка зашла с ума и просто хочет поорать. Поэтому жду ваши лайфхаки в комментариях, как вы воспитываете своих животных. А это те вещи, которые я решила выбросить. Точнее, вещей было больше, просто мне было влом все это мерить. У меня в основном зимние вещи очень быстро теряют свой прежний вид. Если вы давненько смотрите мои влоги, вы наверняка видели, что я раньше дома носила вот эту кофту с собачкой. И на ней нет пятен, она всегда была такая растянутая, и такой формы просто мне уже не нравится. Просто ей отдавать кому-то стыдно, потому что вещи достаточно старые. Или, например, вот эта кофта, она достаточно теплая, но фасончик мне совершенно не нравится, поэтому она тоже идет на выброс. Вы просто должны были это видеть, поэтому я подсняла дурачка. То есть он знает, как открывается дверь, просто ему не хватает сил. Это так смешно, он знает, куда нужно нажать. Он знает, что ручка так открывается, бедненький твиксик. А мы с вами не отвлекаемся и двигаемся дальше. У меня есть вот такой свитерочек, который я покупала, когда еще училась в школе в Нью-Йоркере. Понятное дело, что я его носить не буду, и дома тоже я решила, что я старье дома носить не буду. Я просто куплю себе теплые пижамы и буду чувствовать себя королевой дома. Ну а тут просто без комментариев. Также у меня есть обычные юбки-карандаш, которые мне не нравятся, потому что они длинные. Когда я училась в школе, с нас требовали носить длинные юбки, поэтому покупали. Ну а так в обычной жизни носить такую длинную юбку я не буду. Вот эти юбки, я думаю, что как раз кому-то отдам, возможно, в деревне. Потому что в городе уже так закрыто, особо никто не одевается. Девушки, которые носят хиджаб, они носят юбки по пол, а те, кто не носит, они носят гораздо короче. Ну, по крайней мере, как я вижу, такое точно никто не носит. Когда ты хочешь вещь выбросить, самое главное не присмотреться к ней. Вот я начала присматриваться и подумала, в принципе, не такая уж она и длинная, можно себе оставить. И вот эту юбку я решила оставить. Помните, я вам говорила, что я похудела на 13 килограмм, так вот это та самая юбка, которую я носила на протяжении вот этого периода, когда я была полненькой и пыталась похудеть. Я не знаю, бывает ли у вас такое, у меня прям ностальгия, когда я вижу эту юбку, я вспоминаю те времена, когда я очень хотела кушать и не могла себе это позволить. То есть вот эти 40 дней диеты, я была в этой юбке почти каждый день. Я себе ничего не покупала, потому что знала, что я похудею, у меня будет другой размер и смысла покупать особо нет. Вот эта кофта тоже идет на выброс, потому что она мне не нравится, не знаю, с каким умом я ее покупала, но в общем. Это было реально очень давно, и когда я ее купила, мама ее раскритиковала, и вот с тех времен я ее, по-моему, ни разу и не носила. Около туалетного столика у меня есть вот такая полочка, которая называется «На запас». Там просто новые вещи, которые мне понравились, я купила и оставила, что буду пользоваться потом. Возможно, я где-то повторяюсь, я просто не помню, что именно где я говорила, то есть на этом канале я рассказывала про это или нет, я просто не помню. Так вот, когда я начала свой канал, тогда еще я училась в универе, кто давно меня смотрит, я наверняка в курсе. Мне просто безумно понравились подводки от Golden Rose, и я сразу взяла себе очень много штук. Точно не помню, наверное, где-то 8-9 штук. И когда я их купила, все в комментариях мне начали писать «Айка, зачем тебе столько?». И я ответила своей подписчице даже, по-моему, в видео, сказала о том, что те продукты, которые мне нравятся, почему-то их снимают с производства. Чтобы даже если такое произойдет, у меня были эти подводки. И вы не поверите, только одну я подарила подружке, а все остальные на протяжении где-то 5 лет я использовала до конца. И вот когда я все это использовала, я начала опять искать те же самые подводки, и я их уже не нашла, их действительно сняли с производства. И потом я ходила, искала похожие подводки, нашла что-то наподобие на тему. Потом заказала от Note аж 3 подводки, по-моему, в следующем видео я вам их покажу. Но опять же, они не вау, и это совсем не то, что я искала. Ну, в общем, суть заключается в том, что если какой-то мне продукт нравится, я всегда боюсь, что его больше никогда не будет, и другого я не найду. Кстати, наткнулась в ТикТоке на девушку, и она купила Пупа свой любимый оттенок карандаша, наверное, где-то 40 штук. И ее это видео набрало очень много просмотров, по-моему, где-то 500 тысяч, и все в комментариях с осуждением, с непониманием, и только я ее прекрасно понимаю. Ну, это, конечно, слишком, но, возможно, она купила с какой-то большой скидкой, поэтому решила взять сразу много, чтобы было. Тем более, если бренд какой-то не очень дорогой, например, как Пупа, можно себе позволить прям купить очень много. Меня даже в какой-то степени вдохновляют подобные видео, и мне тоже хочется покупать всего много. Теперь мы уже переходим к последнему этапу, а точнее к левой стороне моего шкафа. Этот шкаф был сделан под заказ, заказывал его мой отец, но по моим реквизитам. Также у меня кровать тоже с базой, и, кстати, нужно заказать специальные органайзеры, чтобы хранить там тоже одежду. Это очень удобно, например, все зимние вещи летом можно складывать, например, туда. Какие-то куртки, пальто, все, что неудобно, все под базу. Ну, а когда я выйду замуж в этот туалетный столик и все здесь оставлю, я хочу себе заказать вот такой комод Alex. У нас вообще принято приданный и все остальное, но я особо ничего покупать не собираюсь, я куплю только то, что мне действительно нужно. А потом все по ходу жизни будем докупать. Но вот этот Alex комод и обязательно какой-то классный туалетный столик под свой заказ я обязательно себе закажу. Это просто мечта моего детства, я смотрела американских блогеров, и у них у всех был он. Но у нас, к сожалению, Икеи нет, поэтому его нужно было делать под заказ, поэтому он пока что так и остался мечтой. Пока прибирала шкафу, также прибралась и в комнате, посмотрите, какой у меня идеальный порядочек. А теперь взгляните на мой шкаф, все вещи, которые висят, это зимняя одежда, а все летнее у нас здесь наверху. И у нас даже местечко осталось, так что погнали что-то заказывать. На самом деле я просто шучу без паники. Вообще шкаф разбирать я люблю, параллельно смотрела свою любимую передачу. Но вообще, когда я буду переезжать на свою квартиру, где мы будем жить с мужем, дай бог, надо взять очень большой шкаф, реально, прям до потолка. Потому что с каждым в нем вещей у меня все больше и больше это разместить в малюсенький шкаф очень сложно. Буквально два небольших пакета вещей я отложила на отдать, а посмотрите, сколько места освободилось. Раньше здесь все было битком. Вообще, это видео набрало очень хорошие просмотры, и я поняла, что в год-два раза обязательно буду снимать подобный контент вместе с примеркой, потому что это очень залипательно и интересно. Очень часто бывает такое, что я сниму контент, и я недовольна результатом того, что у меня получилось. Но в этот раз это видео реально мне очень по душе. Хоть по чуть-чуть, но я показала абсолютно все. Если бы я снимала все, это было бы слишком длинно и нудно. Поэтому вот здесь вот в самый раз 25 минут, это отлично. Шкаф я вам показала, единственное осталось сумочки, вот эти яркие маленькие сумки. Не знаю, стоит ли их оставлять на этих полках или лучше их убрать, потому что зимой с такой розовой сумкой навряд ли я буду ходить. Также у меня в коллекции есть сумки абсолютно новые, которые даже с этикеткой, но я их ни разу никуда не носила. У меня есть оригинальная сумка Pierre Cardin. Я ее заказывала с официальной страницы на Trendyol, и она очень хорошего действительно качества, но мне не нравится, потому что она большая. Большая в каком плане? Я привыкла к микросумкам, и для меня эта сумка, она слишком большая. Я ее выложила в свой инстаграм и буквально за 3 минуты продала. Правда, очень дешево, всего за 12 долларов, но я думаю, ничего страшного, и так пойдет. Я вообще не понимаю людей, которые продают свои поддержанные вещи за полцены. Даже несмотря на то, что вещь абсолютно новая и с этикеткой, все равно она уже не в магазине, поэтому должна стоить намного дешевле. Поэтому, честно, я ничуть не пожалела, а наоборот, даже я немножко выиграла. Очень много людей с моего ютуба подписались на мой инстаграм после того, как узнали, что я что-то продаю, и увидели цены. И люди мне постоянно пишут, ну что, когда что-то будешь продавать. Или вот эта сумочка, посмотрите, она с этикеткой, я ее тоже ни разу не носила, и она абсолютно новая, очень хорошего качества, хотя на видео этого совершенно не видно. Тоже заказана с официальной страницы на Trendyol, я когда публикую, сразу показываю, сколько новая стоит на Trendyol, показываю, что она с этикеткой, ни разу никуда не носила, и цену, которую предлагаю я. А это, кстати, одна из моих любимых, я ее заказывала на Fairfetch, если вы помните, это оригинальная Versace Jeans Couture. Но тоже что-то последнее время великовато для меня, потому что я перешла на супер маленький. Возможно, немножко времени пройдет, и мне это все надоест носить такие маленькие сумки, но пока что мне нравится, и я наслаждаюсь. Это на самом деле просто моя любовь, она супер миниатюрная, но при этом, при всем, моя лопата помещается идеально. То есть 14 Pro Max помещается идеально в эту сумочку, и в то же самое время она небольшая. По джинсовой брюки у меня есть балетки вот такого цвета, тоже классно смотрится. Вот эта, кстати, очень классная, просто была бы она чуток побольше, было бы лучше, потому что даже карточку сюда не помещается, очень сложно назвать ее сумкой. Скорее, это какой-то аксессуар просто. Что-то вроде брелка, там еще чего-то. Это тоже оригинальная сумочка от Aldo, это канадский бренд. Покупала я ее в Моле, в официальном магазине, но также есть на Trendyol, но цена одинаковая, так что смысла заказывать ее нет. Лучше идите в магазин и покупайте напрямую. Фурнитура немножко поцарапалась, если честно, хотя я ее носила не настолько часто. У меня девочки частенько такое бывает, у подружек что-то я вижу и прям в миг загораюсь и понимаю, что я хочу точно такую же. И вот эту сумку я увидела у подруги, она учительница и ей она очень подходит, потому что частенько она носит классику, с собой носит какие-то тетради, материалы и все остальное. Очень приятная на ощупь, это по карте, тоже, по-моему, ни разу не носила или, может быть, один разок где-то. Раз уже начала показывать, решила показывать абсолютно все. Вот эту сумочку я заказывала с тем, обзор вам, по-моему, снимала. Единственное, что мне не нравится, это ручки, они очень такие мягенькие, как будто сделаны из бумаги, поэтому как-то, ну, не знаю. Ну, а так, в общем, размер, цвет, все мне понравилось, очень красивая, нежная сумочка. То же самое могу сказать про эту, яркая, красочная, летом пару раз, по-моему, в банк я ходила вместе с ней. У нее было очень много отзывов, очень много заказов, но, к сожалению, ее сняли с производства, ее уже нету. Потому что девчонки просили у меня артикул именно этой сумочки, но, к сожалению, нету. Вот сейчас камера передает цвет, на самом деле, такой, какой он есть реально в жизни. Достаточно яркая, красивая сумка, хотя очень-очень миниатюрная. А вот эту мне отправляли по рекламе, но точно-точно такая же есть также на Trendyol. Плюс этой сумки заключается в том, что она трансформер и ремешок можно регулировать по вашему желанию. А вообще она очень вместительная и вообще мне она очень нравится. Из моего первого заказа с тема убрала вот такую летнюю сумку. Ее, пожалуй, надо бы убрать. И, кстати, я здесь нашла зеркальце, которое я искала и нигде не могла найти, оказывается, в сумке. Вот эту, например, сумку, пожалуй, нужно убрать где-то в прихожую, потому что зимой навряд ли я буду ходить вот такой вот соломенной сумкой. Это чисто на лето. Один раз, по-моему, я носила ее, стоило супербюджетно. Мне, в принципе, нравится. В следующем году тоже обязательно буду носить, потому что что-то на потопе у меня нет. Это видео надо назвать разбор гардероба плюс еще все мои сумочки. Хотя все я здесь не показала, просто показала те, которые мне очень нравятся. Если бы не моральное давление моей мамы, я бы, наверное, заказывала очень много сумочек с тема супермаленькие. Вот это выражение лица мамы, когда она видит очередную маленькую сумочку. Я не понимаю, почему у нее такое отношение. Но, в общем, это не мешает мне заказывать и ежо, и ежо. И в этом плане меня очень понимает мой парень. Он говорит, ты все правильно делаешь, ты блогер, почему нет? Если хочется, купи себе 200 сумок. А что, люди себе покупают одну сумку за 3000 долларов, ты покупаешь 300 сумок. И что? То есть он в этом плане меня реально понимает и поддерживает. И это очень круто на планете найти человека, который одобряет твои интересы, поддерживает, воспринимает тебя таким человеком, какой ты есть, и не хочет тебя менять. Вот эти две сумки тоже абсолютно новые, но на них не было этикеток. И я одну из них решила продать. В общем, я не знала, какой цвет оставить себе. И вот эта вот девочка захотела, и я уже ей продала и передала. В общем, я продала за 3 доллара, даже меньше. И оставила себе только одну, потому что я себя знаю, что я опять буду заказывать. И зачем мне одинаковые две сумки? Если вы давно меня смотрите, также у меня было очень много сумок от Miniso. Их я всех отдала, просто подарила. Раньше я просто обожала сумочки от Miniso. Я покупала их очень много, даже во влогах вам показывала. И у меня скопилась коллекция, которой я вообще не пользовалась. Поэтому я решила от них избавиться и просто отдала. Но в тот период, когда я их покупала, я получала огромное удовольствие. Вот первые разы, когда я их носила, то же самое. Я просто кайфовала от них. Вот единственное от Miniso у меня осталось это. Я подумала, вдруг я ее буду носить. Но считаю, что зря я ее оставила. Ее тоже нужно было отдать. Так что то, что не подошло, все расхламляемся и заказываем себе новое. То, что вам подойдет и понравится. И даст вам новые впечатления, ощущения и все остальное. На этом уже все, девочки. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я уже буду закругляться. Не забывайте писать свое мнение в комментариях. Я очень надеюсь, что у меня получилось смотивировать вас на уборку вашего гардероба. Хотя, наверное, вы уже давно это сделали, потому что холода у вас наступает гораздо раньше, чем у нас. Поэтому я надеюсь, что смогла вас смотивировать на что-то другое. Огромное спасибо, что досмотрели. Люблю, целую. Всем пока.